всем привет так у меня сегодня есть тема для вас тема продолжение темы которую мы с вами начали затрагивать stories почему вам не дарят подарки почему вы себя не цените почему вас ничего нету почему внешний мир откликается вот так вот откликается блин безденежье нет подарков болячки опять одно и то же мы с вами будем сейчас обсуждать мир дает нам ровно то что вы чувствуете то о чем вы думаете как только возникла мысль 400 миллиардов три триллиарда в секунду мыслей которые вызывают определенное чувство и сразу же мозг на не дает решение сразу же идет ответная реакция сразу же мы это воплощаемом виде видим вы все время себе говорите я не могу поэтому вы не можете поэтому у вас нету ничего мы меняем привычку и говорим всегда себе везде во всем я могу все меняем мышление вам нужно заменить старую привычку когда вы говорите я не могу на привычку я могу приучайте себя развешайте я не знаю там аффирмации по всей квартире о том что я могу и смотрите всегда на них читайте везде по всему дому я могу у меня нет денег все хлопнули себя по голове какого хрена это говорю мне есть все возможности я творец я творю своими мыслями или что у нас еще какие там шаблоны я не могу за меня на я могу меня нет денег это сейчас у меня нет денег потому что мне не было желаний но у меня сейчас есть желание поэтому мне интересно как оно будет у меня происходить сейчас как это киношка мира сейчас сложится что использует мое желание мне интересно я не знаю как мне просто интересно я хочу понаблюдать и делать какие-то действия как только у вас есть мысль у меня нет денег мозг сразу принимает решение сделать так чтобы у вас не было денег только ваше мышление ваше проявление то о чем вы думаете творит вашу реальность я могу новая привычка каждый день я не могу каждый эфир мы говорим о том что мы должны поменять привычки свои привычки мышления мыслить по-другому и вы каждый раз отвечаете в stories я не могу у меня не получится у меня нет денег это слишком дорого да как вот все что вы говорите то вы получаете как только вы себе это сказали ответная реакция мгновенно тут же в мире происходит вот именно так как вы решили потому что это ваше решение мнение денег я так решил я решила у меня нет денег вас нету денег поэтому не потому что вы какой-то недостаточно умный недостаточно хороший недостаточно там прокаченный недостаточно талантливый а потому что вы решили что у вас нет денег у вас должна быть новая привычка я не знаю я не хочу оценивать как это желание у меня воплотиться в каком количестве денег откуда они возьмутся. Я просто хочу и точка. Это достаточная причина, чтобы исполнилось моё желание, потому что я хочу. Мне это надо. Мне ценно, чтобы это желание исполнено. Это слишком дорого. Опять шаблон. Поэтому и дорого, потому что вы так оценили. Да мне это ничего не стоит. Я просто знаю, что у меня есть все ресурсы и все возможности. И мир я творю своими мыслями, своими решениями принятыми. Принятое решение даёт вам две стороны действовать, либо бездействовать. Каждый ваш шаблон это принятое решение бездействовать. У меня нет денег, вы бездействуете. Я не могу, вы бездействуете. Я не умею, вы бездействуете. Но как только вы принимаете решение, я могу, сразу же есть возможности. Мир будет транслировать вам все эти возможности. Мгновенно. Вы сразу увидите вдруг, что с вами познакомятся какие-то люди, которые вам это предложат. Потому что люди наши ресурсы. Через люди мы всё получаем. Как только вы говорите это дорого, оно становится дорогим. Как только вы говорите, что у меня есть все ресурсы, все возможности, мне интересно, я понаблюдаю, как это всё сложится, и начинаете действовать. Действовать в любом направлении. Хотя бы даже ляжьте и лежите в направлении вашего желания. как нужно действовать, делать всё по импульсу, делать всё по желанию. Пришло решение, пошли и сделали, не откладываем, но потом. Завтра не существует, есть только вот здесь и сейчас. Вы каждый раз получаете от меня ответ, что мы меняем привычки мыслить и тормозить себя. И каждый раз вы в сторис отвечаете опять же этими шаблонами. у меня нет денег. Нате, получите. Как только вы это произнесли, перестаньте это произносить, перестаньте это говорить, перестаньте это писать, перестаньте об этом думать. У меня нет денег. Но мысли мы не можем заглушить. Так, у меня почему-то повис интернет. Мысли мы не можем заглушить в своей голове. Мы можем только заменить эти мысли на другие. То есть старые привычки мыслить вот так заменяем на новые привычки Я могу, я сделаю, я готов, во мне есть все ресурсы, у меня есть все возможности Я себя не хочу тормозить, я хочу действовать И у вас сразу находятся силы и возможности Но как только ваша мысль, у меня нет денег, вы приняли решение ничего не делать Как только у меня возникла мысль, я не могу, у вас решение ничего не делать Как только вы подумали, что это невозможно, это становится невозможным Но как только вы заменили привычку, блин, это возможно, я не знаю как Я не хочу опираться на свой старый опыт, потому что старый опыт это старый опыт Я уже его прошел, на хрена мне его еще раз повторять У меня есть ресурсы, у меня есть возможности, я не знаю как Но у меня получится, мне просто надо пробовать, пробовать и пробовать Не получилось, пробуем еще раз, не получилось, пробуем еще раз Не получилось, пробуем еще раз Но каждый раз, когда у вас получается, вернее не получается Один, два, три раза, вы это бросаете и говорите, все, у меня не получится У меня есть опыт, у меня в прошлой жизни там не получалось и значит, и сейчас не получится. Вы отрезали себе возможности, вы отрезали себе ресурсы. У вас и не получится, потому что вы гоняете этот шаблон. И вы ещё постоянно мне пытались доказать в сторис, что это дорого, что это невозможно, что это не получится, что я недостоин. Кого вы решили вообще, с чего, что вы недостоинны? Какого хрена, блин, вы так решили? Я достойна, моя новая привычка говорить тебе, я достойна, я могу, я хочу, я не знаю, но мне интересно. У меня есть все ресурсы, я просто попробую. Не получится и хрен с ним. А если хуже получится, ответили мне, да с чего вы решили? У вас точно хуже получится, если вы не сделаете, не попробуете. Так вы попробуйте, а потом сделайте вывод. Я тысячу раз пробовала, ничего страшного, сделайте тысячу первый раз. Так наша жизнь — это движение, наша жизнь — это постоянно опыт, постоянно идти в новое, постоянно пробовать. В этом смысл жизни. А ваш смысл жизни в чём? Сидеть, отмазываться, почему я ничего не делаю, почему я не живу, не расту, потому что я жду удобного случая. Да не будет удобного случая, если вы решили, не могу, не получится. Я знаю, что вот так вот точно не про меня. Я недостаточно классный, недостаточно хороший, недостаточно умный. Никакой достаточности в момент времени никогда у вас не будет. Мы всегда должны эволюционировать, у нас недостаток этого, этой недостаточности будет всегда. Но в данный момент здесь сейчас вы достаточно на этот миг, всё вот то, что нужно, уже есть. Но ваша привычка всё время негативить. У меня ни хрена не получится, я ни хрена не знаю, я не умею, я не хочу пробовать, а будет хуже, а там страшно, а там осудят. Какого хрена вы это делаете? Если вы решили, примите уже тогда это, примите свою жертву в себе и наслаждайтесь в жертвенном своём состоянии, упивайтесь своей болью, упивайтесь своим безденежним, но тогда наслаждайтесь уже то, что вы решили. Вы приняли решение не мочь, не делать, не идти, не пробовать. Если вы решили, так всё, отстаньте от себя. Вы себя мучаете бесконечными вот этими вопросами и каждый раз прокручиваете одну и ту же шарманку. Я не могу, я не хочу, это дорого, это не получится, это слишком вообще не для меня. Я вообще не в той семье родился, я не там учился. Короче, вы на себе крест ставите каждые пять минут, это и есть ваше проявление. Вы проявляетесь, ставя на себя постоянно этот крест. Отклик от мира мгновенно транслирует вам ваши мысли. Короче, какие решения вы принимаете, так у вас и будет. Решили, что всё плохо, будет плохо. Решили, что всё будет хорошо, сказали, да будет всё хорошо, у меня сейчас всё хорошо. Вы офигеете, потому что вокруг всё станет хорошо, потому что вы так решили и вы начнёте наблюдать. А вы где плаваете в своём негативе постоянно? Просто даже не допускаете себе эти мысли, думаете, прежде чем подумать, особенно писать кому-то и что-то говорить о том, что вы не можете, что у вас не получится, и что это дорого, и что нужно на всё деньги. Да блин, это шаблон. Если у меня есть какое-то желание, оно исполнится. Это достаточная причина просто его хотеть. Если вы не можете добиться своего желания, у вас желание, не хотите этого, потому что вы не хотите сталкиваться с опытом, вы не хотите его осознавать, вы не хотите с последствиями сталкиваться, которые вам желание это потом покажет. То есть исполнится желание, нужно будет что-то делать. Исполнится желание, например, стать актёром, вам придётся работать, вам придётся действовать, вам придётся выходить на сцену и всё время побаровать этот страх, бороть этот страх в себе, сцены и так далее. То есть вы не можете исполнить свои желания, потому что вы не хотите ни хрена делать. Вы просто лентяйские вообще жопы. В детстве я думала, что это не недостаток любви, что ей пофиг на меня. Да нифига подобного. Её любовь так проявлялась, что она позволяла мне развиваться. Она просто наблюдала, и всё, и кайфовала о том, какой я становлюсь. Ей было интересно. Она не хотела себе подобную делать. Ей не хотелось вырастить и осуществить с помощью меня свои собственные желания. То есть она делала, что она хотела, и позволяла делать мне. Я маме говорю, мам, я пойду на дискотеку до 6 утра в 15 лет. Она такая, доча, ты хочешь, ты иди. Тебе это принесёт радость? Ты кайфанёшь от этого? Иди. Всё, о чём здесь говорить. У меня мама вообще крутая. Но я это поняла позже, конечно же. А тогда мне казалось, блин, мам, ты меня отпускаешь на дискотеку? Тебе что, не страшно? Она такая, страшно. Я говорю, что ты меня отпускаешь? Подружек мне отпускают. Они отпрашивались всегда ко мне ночевать. И моя мама им звонила, говорила, ваши дочки будут ночевать у меня. Она наряжала, помогала накраситься, дать какие-то свои шмотки и отправляла на дискотеку. Вот это вот, блин, не мама, а огонь. Так, а быстро можно поменять негативные мысли на позитивные? Ну вот смотрите, вы всю жизнь, годами, десятилетиями учились, привычку свою развивали негативить и видеть во всём какую-нибудь хрень, и говорить, я не могу, мне не получится, мне надо стать лучше, я недостаточно хороша. А тут вы хотите вмиг вот так вот взять и всё поменять. Нет, это тяжёлое, это трудное от слова труд, работа над собой, постоянная дисциплина. Это работа над собой планомерная, ежедневная, ежечасная, день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Вот так вот взять, блин, и всё, и стать вообще другим человеком у вас не получится. Ваше мышление никуда от вас не денется, вам придётся постоянно его перестраивать. Как бороться с откатами? Откаты — это проверки, которые вы сами для себя же и устраиваете, для того, чтобы новые привычки ваши укоренять. Что такое привычки? Нейронные связи создают солитоны, то есть создают такие блоки, которые уже на автомате проецируют вам ту реакцию и ответ, отклик. внешнего мира. То есть ваши привычки, они на автоматизме встроены. Вы не можете разрушать эти нейронные связи, вы можете их потихоньку перестраивать, а эти нейронные связи будут сопротивляться. То есть это будет борьба, это будет война, вы будете вести войну сами с собой, эта война будет порождать этот откат. Но вы не должны складывать руки, потому что это борьба с самим собой. Вам придётся работать, вам придётся бороться с собой, придётся это делать. И откат — это естественное следствие того, что ваши шаблоны, ваши нейронные связи не будут вас отпускать. То есть вы будете насильно пытаться внедрять новые привычки, насильно, да, это придётся работать над собой, это труд, это тяжело, это вот не вот так вот всё. Я утром проснулся с новыми привычками. Эти нейронные связи будут сопротивляться вам. То есть подсознательное будет сопротивляться вашему сознательному. Вы будете вот в такой борьбе, борьба прождает борьбу, войну вовне, да, вовне будут откаты, будут проблемы. И чем больше вы начнёте работать над собой, тем больше проблем в вашей жизни будет, потому что они все всплывут, эти проблемы. Но проблемы — это не проблемы, это всего лишь задачи для их решения. Не надо смотреть на проблемы как что-то плохое и негативное. Это всего лишь те задачи, которые показывают, подсвечивают вам, что вам нужно решать, какие привычки в себе менять. Что ты думаешь о нейрографике? Ну, нейрографика с правилами, которые придумали для меня, ну, хрень. Я люблю рисовать нейрографику без правил. То есть рисую, что хочу, пишу там какое-нибудь своё желание, скругляю углы. Это просто творческое времяпровождение, когда у меня отдыхает ум, мозги. Я просто рисую, наслаждаюсь процессом. И всё. То есть я творю и не вкладываю в нейрографику, как и в любые шаманские атрибуты, какие-то, которые мы любим использовать. Нам цирк нужен всегда, нам киношка всегда нужна, нам всегда нужно что-то делать и какие-то ритуалы придумывать. В том числе нейрографика — это тоже какой-то ритуал, чтобы на что-то опереться. Потому что мы живём в материальном мире, и нам всегда свои мысли нужно оформлять в какой-то образ, с которым мы можем поиграть. Поэтому ничего против ни одного ритуала, нейрографики, рисования, заговоров вообще не имею. Просто играйтесь в это, почему нет? Просто не заигрывайтесь. Знаете, что причина не в этом всём, что вы делаете, не в тех образах и действиях, а причина вот в вашей голове. Причина в вашей силе. То есть это вы даёте силу этой нейрографике, вы даёте силу всем вашим аффирмациям и ещё к чему-то. Благодаря тебе теперь занимаясь трансформациями, каждый день вкус жизни появляется. Классно. Как всегда пришла та информация, которая нужна именно сейчас? Как переписать задним числом прошлое, чтобы сейчас видеть себя в другой реальности? Мы видим ровно то, что транслирует наш проектор в голове. Те заточенные все наши мысли, которые мы гоняем по кругу, и они уже стали устойчивы, которые поддерживают этот внешний мир. Причём мы внешний мир поддержим коллективным сознанием, а не только своей головой. Коллективным сознанием всех людей и взаимодействуем вместе. У нас одно сознание, на всех, хоть и разные тела. И переписать прошлое можно, если вы поработаете со своими шаблонами, со своими убеждениями. Но за секунду это не сделать, нужно над собой опять же работать. Мы на курсах делаем. Но как мы перепишем, во что мы перепишем, как поменяется реальность, никто не знает, и знать на наших курсах никто не хочет. Просто всем интересно, а что будет. что такое принятие? Это когда принимаешь мир таким, какой он есть. Потому что это уже свершившийся факт, отклик в материализованной форме твоих мыслей, чувств и решений. Это принятие. То есть я принимаю свою болезнь, зачем-то она мне нужна, почему-то это хорошо, это сигнал моего тела, сигналит мне о моих токсичных мыслях, которыми я себя убиваю. Любая проблема — это просто борьба в моей голове противоречивых желаний. Я принимаю этот факт. Мир нейтральный вообще, мы в него играем, потому что, блин, нам интересно в это играть, и изучаем себя параллельно в этой игре. То, из чего мы вообще состоим. Мы состоим из чувств и мыслей, и тех решений, которые нам эти мысли дают. А мозг всего лишь просто компьютер, который анализирует эти данные, и своим наблюдением мы в материальную форму этот мир воплощаем для того, чтобы себя изучать. Мы смотрим на ситуацию нейтрально, как бы со стороны, и видим, что она нам показывает, транслирует. То есть вы учитесь рассуждать, учитесь видеть все эти детали и переводить их на свои чувства. Тогда вы охренеете. У меня есть курс «Твори жизнь». У меня есть курс «Решение». Курс «Решение» — это больше работа с шаблонами, блоками. И мы убираем все препятствия для осуществления какого-то желания, например, быть здоровым с деньгами или ещё что-то. А курс «Твори жизнь» мы просто начинаем считывать информацию. То есть он 50 на 50 связан с телепатией. Когда мы просто считываем информацию со всего вокруг, что у нас есть, о чём говорит внешний мир, о чём говорят болезни, о чём говорят люди, о чём говорит погода, камни и ветер, работа, всё-всё-всё отношения. И мы это переводим на нашими чувствами, какими чувствами мы их сотворили и что можем чувствовать по-другому, чтобы сотворять совсем другое. Вот на курсе «Твори жизнь» мы учимся считывать этот мир и переводить его, каким образом мы его сотворили и как творить по-другому, осознанно. так в двух словах я не расскажу. Пока ты на практике сам это не попробуешь, не поймёшь, никакими словами это объяснить вообще невозможно. Я просто даже не представляю, как это объяснить, чтобы ты начал считывать этот мир. Ты потихонечку тренируешься, тренируешься сначала находить суть слов, из чего состоит собака, что такое собака, что такое молоток, что такое солнце, что такое… И ты видишь суть, а не способ применения или образ. И ты уже, когда видишь суть, понимаешь, из чего ты это создал, потому что это сделано из тебя, это проекция тебя, это ты, воплощённый в плотной форме. Ну и так далее, короче. Ладно, не буду вам мозги ссирать. Кто хочет на курс, пожалуйста, пару сотен людей уже его прочли, отзывов очень много. Смотрите аудио отзывов, видео отзывов, текстов. По-моему, интересно. Так, ладно. Желаю славы и богатства. Это плохо. Получается, я желаю из недостатка. Да, вы желаете, это недостатка, конечно. Поэтому, блин, богатства, славы сложно добиться, когда ты недостатком порождаешь недостаток. Наши чувства творят реальность. Если ты чувствуешь себя изобильным, внутри ты полон, полон всего чувств и разрешаешь их проявляться, они проявляются этим изобилием. Но если ты хочешь от недостатка, потому что понимаешь, у меня этого нет, то вовне ты проецируешь то и этот недостаток. Как можно разорвать контракт с христианством? Маты разрушают нейронные связи. Пошли нахер, обложи просто. Это христианство. Как разорвать? Маты. Маты очень хорошее средство. Почему не стало твоих видео на YouTube? Смотрела тебя каждый день с упоением. Они сейчас так не хватают. Посмотрите мои последние посты. Вот на желтом фоне. Там написано, что мы убрали все. Мы убрали и YouTube, и не только YouTube, и все эти каналы свои. Они только для тех, кто закрыт на... Тьфу, блин. Все, заговорюсь. YouTube, и видео, и все каналы, статьи, аудиоканал, текстовый канал, видеоканал и прочее. Только для тех, кто подписан на закрытую группу. Эта группа у меня закрыто-открытая. Ну, имеется в виду аккаунт закрыт, но может любой подписаться и смотреть все, что у меня уже было. И в этом аккаунте я не буду никаких больше постов выкладывать. И вообще, я сказала, что не буду даже в эфир выходить. Сказала Нелли, но она постоянно в своем непостоянстве. И в итоге вышла уже третий раз. Ладно. У меня есть закрытый аккаунт, где я провожу эфиры, пишу посты, и для всех, кто там, открыт YouTube. Короче. Блин, как я долго объясняю. Так, надо сестру таланта краткость в себе тренировать. Я на курсе «Твори жизнь». Вот отзыв, да. Позавчера прочитала все события, охренела, безумный кайф. Всем рекомендую, только надо поднажать, времени не хватает. Ну, блин, да, надо пинать. Если мы у вас ограничения во времени пинать не будем, мы вообще расслабились. Смотрю. Что-то открыло новенького для себя в последнее время? Я учусь на программиста, разработчика приложений для iOS, и у меня очень много идей воплотить в своих собственных приложениях. Еще почему-то вдруг захотелось на иностранную компанию поработать и поделать приложение. я еще учу английский. Наконец-то, блин, мотивация, потому что обучение технически английский, там очень много нужно знать английского языка. Вот, для разработчиков приложений, и, короче, вот я для себя открыла, что, блин, мне безумно это интересно, так как я в прошлом тоже программист, но не с телефонами было связано, писали программы для компьютеров, но эти программы уже давным-давно устарели, и я решила, зная, что просто мне это может понравиться, так как был опыт. Очень хочу разрабатывать. Заболевание по-женски? Ты говорила про непринятие себя. Да, ну, блин, заболевание по-женски уже само за собой говорит о том, что эти болезни нам транслируют. Мы себя не любим как женщину, мы не чувствуем своей женственности, не чувствуем своей привлекательности, мы себя критикуем, мы себе не нравимся, мы не любим секс, мы стыдимся мужиков. Вот вам по-женски проблема. Мы не хотим секса, и женские болячки просто от мужиков отбивают на раз, два, три даже. На раз вот так вот просто пальцем. Блин, я не могу, я болею, я лечусь там, у меня там пипец, поэтому секс вот. Короче, мы не умеем получать удовольствие. Женская энергия принятия желаний наших задавлена. Вот женские болячки. Мы не принимаем себя как женщину. И мы такие, знаете, еще мужики с яйцами, я все сама, вот как мне недавно говорили там в сторис, зачем мне принимать подарки, я все сама могу купить. Ну, это гордыня вообще жесткая, и это мужская энергия. Женщина должна не только творить, творческая энергия в женщинах тоже есть, как и в мужчинах женская, но еще и учиться быть женщиной. Блин, не только вот я все сама, я все могу, я кремень, я всем покажу, я все вообще такая крутая, сама все заработаю. Блин, а мужикам-то что делать? А что, нельзя просто не хотеть секса? Это противоестественно, не хотеть получать удовольствие. И секс, это же не просто про удовольствие, это же не просто про оргазм, это не просто про наслабление, это единение мужской и женской энергии, это воплощение любви, это много чего, это воссоединение, да, мы все хотим и стремимся к единству. А вы хотите, наоборот, отъединиться, вам хочется одиночества, но это противоестественно, на самом деле. Так-то можно не хотеть секса, почему нет? Но людям стыдно отказывать, если они там замужем, и они чувствуют себя обязанными, что надо, да, 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 вот. Кстати, вот одиночки, да нет, наверное, нет, это я что-то не то, как хотела сказать. Хотела сказать, что замужние больше подвержены с женским заболеванием, не, нифига, те, которые не замужем, тоже. Короче, от этого никто не застрахован. Женскую энергию прокачивать, любовь к себе, принятие, свои желания. Плюс не заниматься сексом, это вторичная выгода. Первичная, конечно, это просто не любовь к себе и своему женскому началу. Как объяснить независимую любовь? То есть тебя любят, а ты вообще нет, ну или наоборот, или это не любовь, а любовь всегда взаимна. Любовь никогда не взаимна, и любви от человека и к человеку не существует, это привязки, и всё. Любовь — это генерировать свою собственную энергию, своего собственного сердца для себя, то есть своим трудом, своим творчеством, деланьем. То есть, когда в гармонии ваша мужская и женская энергия, ваша мужская энергия творить, делать, а женская энергия желать и принимать. И когда она в гармонии, вы себя любите, это и есть любовь. Любовь — это то, что позволяет нам творить этот мир. Любовь — это та энергия, которое появляется в виде вашей работы и работы вашего мозга и любить другого человека не получится вообще никак это не любовь это все другие вещи вы путаете в суррогат и любви за меня что вот это вот я тебя люблю ты меня вот это сильно привязанность химии еще что-то вы путаете любовь с вот с этими суррогатами